Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поблагодарить организаторов этой прекрасной секции за возможность выспешивать доклад. Доклад посвящен будет производству отологичных биомедицинских клеточных продуктов. Здесь небольшой слайдик, которым представлено в общем, так скажем, типовое оборудование лаборатории клеточного культивирования, которое, в принципе, основное назначение того, чтобы показать, что эта лаборатория представляет собой отдельные, так скажем, ключевые модули, между которыми наши клетки перемещаются между ними для выполнения каких-либо манипуляций. Чаще всего это лабораторная центрифуга, применяющаяся для концентрирования клеток, для отмывки. Это обязательно СО2-инкубатор, в котором создаются условия для экспансии клеток, по газовому составу, влажности и температуре. Это ламинар биологической безопасности для выполнения каких-то манипуляций с особыми требованиями к стерильности. Это обязательно микроскоп. И какое-то другое оборудование для выполнения более сложных манипуляций, например, как здесь магнитный сепаратор. Основной наш объект, который мы используем для культивирования клеток в обычных, опять же, условиях, это флакон, стандартный флакон для культивирования. Клетки находятся внутри него. Флакон изолирован от внешней окружающей среды. В крышке этих флаконов обычно встроены фильтры, которые позволяют осуществляться газообмену. С другой стороны, эти фильтры не пропускают достаточно мелкопористую структуру для того, чтобы предотвратить микробную контаминацию из окружающей среды. Все бы казалось в этом флаконе хорошо, однако существует достаточно большое количество операций, которые нам нужно выполнить с этим флаконом для того, чтобы прокультивировать клетки. И для этого нам нужно снять эту кружку и получить доступ к клеткам, например, посеять, заменить среду, выполнить какие-то другие манипуляции. Эти манипуляции мы условно называем открытые. То есть это манипуляции, во время которых наша клеточная культура имеет контакт с внешней средой. И потенциально, возможно, такой процесс, как микробная контаминация нашего продукта. Мы используем для этого обычные ламинары биологической безопасности. Выполняем все эти процедуры в стерильном потоке воздуха. Однако это значительно уменьшает, предотвращает микробную контаминацию, но не до нуля. Незначительные риски все-таки остаются при выполнении этих манипуляций. И в лаборатории клеточного культивирования, наверное, всегда изъявились какие-то случаи контаминации культуры. Это изредка происходящий, в целом, можно сказать, нормальный процесс. Риск существует, но в целом он незначительный в тех условиях, когда мы культивируем небольшие партии клеток для каких-то исследовательских, лабораторных задач и так далее. Что же происходит в случае, когда мы культивируем клетки уже для терапевтических задач, и нам нужно провести так называемое масштабирование? То есть для терапевтических задач нам нужно получить гораздо большее количество клеток, а это значит, что нам нужно использовать гораздо большее количество флаконов. Для некоторых задач это могут быть десятки, а то и сотни флаконов, каждый из которых нам нужно перемещать по лаборатории из одного узла в другое. Нам нужно выполнять большое количество открытых операций. И таким образом наш незначительный риск контаминации мультиплицируется. Он многократно мультиплицируется, и такой риск уже нельзя назвать незначительным. Такой риск уже может привести к созданию некачественного продукта, который мы не можем применить для терапии. Что же делать в таких случаях? Естественно, это совершенно стандартная задача, известная уже с довольно давних времен. И большие биотехнологические, теперь фармацевтические предприятия переводят весь процесс в так называемые условия высокой степени чистоты, чистые помещения с воздухами класса А, класса Б, в которых контаминация практически исключена. Но опять же, хочу заметить, она не равна нулю никогда. А все процессы четко регламентированы, персонал обучен. На этой территории чистых помещений соблюдается большое количество условий по контролю с загрязнениями, по одежде, по выполняемым манипуляциям, по потокам существует большое количество регламентированных документов и так далее и тому подобное. Однако, да, организация таких процессов возможна, конечно, для биотехнологических и фармацевтических компаний, однако для академических учреждений, я являюсь представителем академических учреждений, все-таки создание таких чистых лабораторий затруднено. Прежде всего, это связано, во-первых, с большими достаточно капитальными затратами, не все учреждения имеют такие возможности. Во-вторых, поддержание десяток, сотен квадратов чистых помещений, это тоже достаточно большое капиталозатраты в связи с тем, что большое количество помещений с высокой класса частоты воздуха тратят очень много электроэнергии. Таким образом, такой вариант, который применяют в основном биофармацевтические компании, они в целом широко неприемлемы для академических учреждений. И я считаю, что для нас необходимы другие варианты развития событий. То, о чем я хотел немножко рассказать на своей презентации, это, на мой взгляд, вершины эволюции по производству биометрии и склеточных продукций, это автоматизированные закрытые системы, которые устроены все, в принципе, по одному принципу. Существует некий пластиковый контур, полностью закрытый, в которых находятся наши клетки, которые мы хотим подвергнуть различным манипуляциям. И в составе этого пластикового контура различные модули, позволяющие осуществлять телевизионные операции, например, культивирование, отмывку, магнитную сепарацию и так далее. Эти пластиковые контуры, соответственно, устанавливаются на основные машины. В данном случае представлен биореактор Тирума. Так, прошу прощения, перескочу слайдом. Биореактор Тирума и машина для процессинга клеток Клини-Макс Продерж. Что из себя представляет в данном случае биореактор Тирума? Quantum South Expansion System. Основная его особенность в том, что все культивирование клеток происходит в небольшом контуре объема 1 литра, в котором находится большое количество полых трубок, так называемой микрофибры. Биореактор на полых трубках. Диаметр этих трубок всего лишь 200 микрометров, но за счет огромного их количества в этом литровой емкости достигается очень большая площадь культивирования, приблизительно 21 тысяча квадратных сантиметров или 2,1 квадратных метра. Это что эквивалентно приблизительно 120 стандартным 175-сантиметровым флаконам. Все, кто занимается культивированием, понимают, что 175-сантиметровый отрубокон – это один из самых больших флаконов. Мы использовали такой биореактор для культивирования мизинхимных стромальных клеток костного мозга. Нас, прежде всего, они интересуются с точки зрения лечения реакции острый трансплантат против хозяина. Это очень стероидорезистентная реакция. Очень является жизнеугрожающим осложнением аллогенной трансплантации гемопатических своих клеток. Очень серьезная ситуация с небольшими терапевтическими локциями, имеющимися для данных пациентов. Это экспериментальная терапия. Здесь один из слайдов, мультицентровое европейское исследование, показывающее, что терапия МСК имеет достаточно высокую эффективность при этом типе реакции. И все пациенты, которые вышли из Этериаз и достигли комплит ремиссион, их 6-летнее выживание составило 65%. Те пациенты, к сожалению, которые не достигли полной ремиссии, они, к сожалению, в течение 6 лет все погибли. Наш опыт культивирования данного типе биореактора состоял в получении продуктов от 5 доноров. И всего лишь из 20 миллилитров костного мозга в результате двух циклов экспансии мы получали в среднем около 400-500 миллионов МСК первого пассажа. Первый пассаж – это ранний пассаж, это очень важно для терапии МСК, но сейчас я не буду об этом. Это очень хорошее количество клеток, примерно составляет 4 до 10 миллионов на килограмм, в зависимости от массы рецепиента, полученные фактически без единой открытой операции, о которых я уже говорил. Существуют некие стандартные критерии международного обществоклеточной терапии по данным типам клеток. Мы проверили наши полученные клетки по некоторым из них, часто степоимые на фенотипы, способности к дифференцировке. Все наши результаты говорили о том, что мы получили очень качественные клетки. Таким образом, нам был адаптирован протокол по получению терапевтических ДОС МСК в закрытой автоматизированной системе биреактора и квантум. Мы получали очень хорошее количество клеток с точки зрения терапевтического применения, и полученные МСК соответствовали необходимым критериям качества. Однако у биреактора квантум есть определенные недостатки. В принципе, он предназначен только для экспансии культивированных клеток. И если нам нужно выполнить какие-то дополнительные манипуляции, например, отмывки, которые при сложных циклах производства биомедицинских клетчатых продуктов могут осуществляться, например, магнитную сепарацию, электропарацию или какие-либо другие манипуляции, в дополнение к биреактору квантум, нам нужно использовать другие машины, предназначенные для этих целей. Все это, конечно, тоже приводит к увеличению капитальных затрат и, в принципе, ставит вопрос об экономической целесообразности использования таких машин. Другой тип машины, представленный здесь, клинемакс-продиджи, это единственный тип машин, на которой все сегодня присутствует, так скажем, на рынке, и для некоторых типов клеточных продуктов способны сделать продукт под ключ. То есть от начала присоединения сюда продукта стартового клеточного материала до выдачи продуктов в растворе для инфузии пациенту. Это достигнуто благодаря наличию многочисленных модулей внутри одной системы, в частности, модуль для культивирования отмывки клетки камеры, так называемой, модуль для магнитной сепарации, электропаратор, который будет присутствовать на другой картинке, и, соответственно, действуют многочисленные штанги для подвешивания различных портов, которые мы можем присоединить к системе, пакеты с различными реактивами, средами и так далее. Система наиболее многофункциональная из тех, что у меня встречалось при работе с клеточным культивированием, позволяет осуществлять буквально все практически задуманные операции. В настоящее время мы пытаемся, не пытаемся, а проводим работу по адаптации данного вида оборудования для производства так называемых продуктов карти, на которых, что это такое, подробно останавливаться не буду. Скажу, что это производство карти, это достаточно сложный с точки зрения технологического, сложный процесс. Он включает в себя забор и отмывку продукта афереза, магнитную сепарацию, поликлональную активацию этих клеток, трансдукцию этих клеток, отмывку, экспансию, респринзирование раствора для инфузии. Много операций, много смен среды, операции различные. Однако, благодаря этой системе, клинимакс-продижи, все мы можем выполнить буквально под контролем одного оператора в одной системе автоматизированно. Процесс в настоящее время осуществляется в результате научного сотрудничества трех очень хороших центров. Первый медицинский университет клиники НИИ Дагид имени родителей Максима Горбачевой, НМИЦ-онкология имени Петрова и НМИЦ-детская онкология, гематология и онкология имени Дмитрия Рогачева. Здесь представлена картинка, которая представлена сотрудниками НМИЦ-онкология Рогачева, уже известно, хорошо, достаточно известно, что они уже применяют данную технологию для лечения своих пациентов. Это карти, клетки, это клетки, несущие химерный антигенный рецептор к СИД-19 антигену на пятый день культивирования. В камере клинимакс-продижи встроена соответствующая камера высокого разрешения, которая позволяет нам осуществлять визуальный контроль за клеточной культурой. В настоящее время в Санкт-Петербурге на базе научного отделения онкоиммунологии МИЦ имени Петрова установлен первый подобный аппарат. Он уже сразу идет в комплектации с электроаппаратом. Это заделано в будущее на разработку продуктов, например, с редактированием генома или с использованием системы трансплазонов. Я надеюсь, что уже в третьем-четвертом квартале 2019 года нами будут получены первые тестовые продукты. И об этих результатах надеюсь рассказать в следующем году. Большое спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...